Весть Ульяновск на телеканале России. Здравствуйте, смотрите в нашем выпуске. Четыре гектара загрязненной территории в центре Ульяновска. И вот там вывоз будет на зону региональную операцию для дальнейшей переработки. Либо же накрыть ее в зале сиренчатым слоем. О судьбе свалки в Соловьевом овраге расскажем в выпуске. Сказочные преображения в Барышском теремке. Мы ждали, очень долго ждали ремонта, и наконец-то это совершилось. На ремонт здания детсада из областной казны было выделено около 30 миллионов рублей. Имени Владислава Луконина. Все регионы, я думаю, сейчас подхватили эту инициативу, и надо о ребятах помнить. В Октябрьском Черноклинского района переименовали центральную улицу в честь погибшего на Украине уроженца этого поселка. А также расширенное интервью военного комиссара Андрея Пожарского. Самые важные вопросы, касающиеся мобилизации. Сволков в Соловьевом овраге ликвидируют. Это местность между улицами Урицкого и Карла Маркса. Сегодня завалена строительными и бытовыми отходами. В данный момент уже проведены изыскания. Овраг обследован с высоты птичьего полета, что дает возможность представить масштаб загрязненной территории и взяты пробы грунта. Итог. Четыре гектара как минимум на полметра вглубь земли необходимо очищать. Сейчас решается, каким образом это будет сделано. Либо там вывоз будет на зону региональной операции для дальнейшей переработки. Либо же накрытием ее визуализирующим слоем для создания дополнительного земельного участка и использования его в дальнейшем. Свалка в Соловьевом овраге не единственная, которую ликвидируют. Изыскательные работы проведены в Ульяновске возле Сельдинского шоссе у поселка Мостоотряд и в Петровом овраге. Самые загрязненные мусорки, которые пополняются и сейчас, находятся в Сенгилее и Барыше. Их обследование обошлось бюджетом в 15 миллионов рублей. Деньги на окончательное решение вопроса по свалкам предполагается получить по федеральной программе генеральная уборка, которая является частью нацпроекта «Экология». В Барыше заново открылся детский сад «Теремок». Дошкольные учреждения отремонтировали в рамках областной программы. Благодаря ей из казны выделили около 30 миллионов рублей. О том, как юные воспитники отпраздновали новоселье в материале Эдуарда Истомина. В этом теремке вновь слышатся детские голоса. Ремонт завершился, а значит, не грех и концерт устроить. Хотя родители не чаяли, что их дети вернутся назад. Когда начались работы ребят, временно переселили в детский сад «Ладошки». Тот детский сад «Ладошки», конечно, тоже очень хороший, комфортабельный, но, к сожалению, очень далеко находится. Мысли были непосредственно позитивные. Мы ждали, очень долго ждали ремонта, и, наконец-то, это совершилось. У Юлии Силантьевой дочь Милана. Она участник одного из концертных номеров. Девочка выучила стихи и без запинки рассказала их. А за кулисами признала, что ей не терпится назад в теремок. Играть буду, рисовать, бегать на улице будем. Осталось только мебель новую завести, но и без нее теремок словно шкатулка. Здесь в ходе работы отремонтировали крышу, установили новые стеклопакеты, плюс провели внутреннюю отделку помещений. Также возведены и переделаны все коммуникации. Это и водопроводы, и канализации, и отопительная система. В детском садике новый пищеблок, и уже точно ничего не подгорит. А пироги здесь самые лакомые в барыше. Впечатляют и прачечные. Новые стиралки – залог чистоты и культуры. А так выглядит территория возле теремка. Ее благоустроили. Мы верили и были уверены, что детский сад откроется и будет существовать еще долго-долго лет. Четыре группы по 20 воспитанников. Столько детишек примет теремок с начала октября. Барышцы благодарят строителей, им грамоты в первую очередь. Ну а сам праздник приурочили ко дню дошкольного работника. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск, из Барышевского района. Ульяновская область отправила учебники в Луганскую народную республику. Пособие предназначено для образовательных заведений Лутугинского района. Общий вес гуманитарного груза – 6 тонн. Отправку учебников организовали от Института развития образования. Напомню, помощь подшифтной территории ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ульяновской области и администрацией Лутугинского района. Это 18,5 тысяч учебников, что позволит обеспечить все первые пятые классы Лутугинского района. И будут ребята учиться по обновленным в ГОС, и их программа будет соответствовать программе Российской Федерации. Гуманитарная помощь Лутугинскому району по линии образования оказывается не впервые. Ранее область отправила туда 100 ноутбуков, плюс 8 многофункциональных устройств. Оргтехника предназначалась для общеобразовательных организаций. В планах 73-го региона направить на Донбасс учебную литературу для средних профессиональных образовательных учреждений. Наша главная задача сегодня – выжить, сохранив экономику, рабочие места и уверенность в завтрашнем дне. На пленарном заседании Государственной Думы лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев анонсировал предложение по мерам поддержки экономики в текущей ситуации. Партия предлагает провести новую экономическую политику, новый НЭП. Партия «Новые люди» направила в оперативный штаб по противодействию санкциям более 70 предложений по поддержке народного предпринимательства. Ключевые из них – необходимо срочно снизить налоги, снизить НДС для производственных компаний, а также размер страховых выплат с зарплат, поощрять развитие производства и технологий, обеспечить длинными десятилетними деньгами по ставке 6% годовых, снизить тарифы для бизнеса на коммунальные услуги до уровня тарифов для физических лиц, передать в безвозмездную аренду землю, например, на 25 лет для создания крестьянско-фермерских хозяйств, дать возможность торговать и зарабатывать в интернете всем, самым простым людям. В 90-е годы торговали все, даже бабушки, у метро. Сегодня эту роль должна сыграть интернет-торговля, маркетплейсы. Главная задача для страны – быстро восстановить рынки, отказаться от обязательной маркировки всех потребительских товаров, особенно молока, воды, соков и кондитерских изделий – всего, что не является предметами роскоши. Во времена стабильности нам не хватало смелости раскрепостить экономику, надо дать людям полную свободу труда. Другого способа построить сильную экономику самообороны у нас нет. Нам нужен гражданский мир в России, резюмировал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Центральную улицу в поселке Октябрьский Чердоклинского района переименовали. Теперь она носит имя погибшего на Украине старшего лейтенанта Луконина, уроженца этого поселка. В нашей стране сейчас 11 улиц, которые носят имена погибших на Донбассе российских воинов. Подробнее Элла Шахова. Владислав Луконин родился в поселке Октябрьский Чердоклинского района 26 сентября 1996 года. Учился в 24-й гимназии Ульяновска. С 14 лет работал во Дворце творчества детей и молодежи, был участником молодежных трудовых отрядов. С красным дипломом окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Василия Маргелова. Он выбрал для себя славный путь защитника Отечества, путь воина, стоящего на страже мира, добра и справедливости. По примеру наших великих предшественников, участников Великой Отечественной войны, он вышел на борьбу с нацизмом. В качестве командира взвода принимал участие военные операции России в Сирии, потом на Украине. 7 марта погиб, освобождая Донбасс. И мы обязаны помнить наших героев, которые на своих плечах несут нам мирное небо. На сегодняшний день подано 13 человек. Это погибших военнослужащих, которые защищали нашу страну. Чеченской компанией, сирийской, ВСВО. Для мэра города Ульяновска, придание новым улицам название наших героев. Имена воинов-героев, наших земляков и современников присвоят и учебным заведениям, школам, гимназиям, лицеям, а также мосту через Свиягу. Вячеслав Луконин посмертно награжден Орденом Мужества. И он первый с такой наградой, чью имя присваивается улице. До этого так увековечивались лишь герои страны. У погибшего офицера остались жена, трехлетняя дочка, родители. Не надо сейчас ждать, когда там звезды сойдутся, чтобы начинать увековечивать память обо всех ребятах, которые не вернутся уже из боя. А это нужно делать сейчас. И сегодня мы обсуждали, очень большой резонанс пошел. Все регионы, я думаю, сейчас подхватят эту инициативу. И надо о ребятах помнить, потому что человек жив, пока память о нем не жива. В сельхозакадемии, которая расположена в поселке Октябрьский, для родных и близких, а также для студентов, состоялся памятный концерт. В этот день Владиславу Луконину исполнилось бы 26 лет. Элла Шахова, Михаил Державин, Вести Ульяновск. Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области организована горячая линия по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, объявленной указом президента России. Телефоны горячей линии 58-52-40, 58-50-49, 58-52-67, код города 84-22. Кроме того, в ежедневном режиме Сергей Люльков проводит личный прием граждан. Предварительная запись по телефону 58-50-49, код 84-22. 1 октября план по частичной мобилизации, доведенный до Ульяновской области, будет выполнен. Об этом заявил военный комиссар Андрей Пожарский. Каков возрастной предел граждан, которым вручается повестка и порядок медицинского освидетельствования? Об этом в актуальном интервью военкома. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Граждане какого возраста подлежат частичной мобилизации? В регионе продолжается частичная мобилизация в соответствии с указом президента 21 сентября 2022 года, номер 647. В рамках частичной мобилизации призыву подлежат, прежде всего, граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу, находящиеся в запасе и имеющие военно-учетные специальности. Необходимые нам для выполнения задачи, это прежде всего танкисты, стрелки, артиллеристы и водители, соответственно. Призываются граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского состава. Законодательство Российской Федерации позволяет призывать граждан по мобилизации до 50 лет. Но в соответствии с указаниями министра обороны Российской Федерации, в приоритетном порядке, я хочу еще раз подчеркнуть, в приоритетном порядке призываются граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте до 35 лет. Младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет. Возраст призыва по мобилизации, соответственно, может быть увеличен для граждан, имеющих дефицитные военно-учетные специальности и граждан, самостоятельно изъявивших желание быть призванными. И стоит отметить, что таких граждан, во всяком случае, в нашем регионе, очень много, которые по зову сердца, как говорится, идут вооруженные силы. Можете ли вы озвучить плановые цифры по частичной мобилизации, спущенной на Ульяновскую область, и каков процент выполнения от плана? Ну, такие цифры я, к сожалению, не могу озвучить, конкретные цифры. Но я должен сказать, что сейчас процент выполнения более 30%. Более 30%. И сейчас, буквально с сегодняшнего дня, начинаются массовые отправки, формируемые воинские части. И регион, я уверен, что до 1 октября с поставленной задачей по выполнению мероприятий частичной мобилизации справится. Каким образом налажено медицинское освидетельствование в военных комиссариатах граждан, которые сейчас прибывают по повесткам? Освидетельствование проходит в военных комиссариатах и по месту в местных больницах и поликлиниках, где созданы военно-врачебные комиссии, которые принимают решения о категории годности при условии, что если гражданин изъявляет желание, то его направляют на дополнительное медицинское обследование. А при первичном осмотре какие-то справки медицинские необходимы, предъявлять или нет? Гронические заболевания, зрения? Естественно, это все учитывается. Надо это делать. Почему? Потому что, чтобы врачам квалифицировано принять решение о категории годности. Что необходимо взять с собой, когда вы уже понимаете, что поедете в пункт сбора? Форма одежды выдается в части формирователя в полном объеме. Единственное, что я бы хотел посоветовать, резиновые сапоги можно взять. Естественно, бритвенные принадлежности тоже самое не запрещено. Наши бойцы обеспечены в полном объеме. На приятном месте будут земляки служить или по частям распределить? Нет, расстановка осуществляется по штату. Но я считаю, что командиры вправе, это их право распределить по желанию, возможно, для того, чтобы было сплоченнее коллектив, возможно, ну это на решение командиров, что их вместе поставят в штат рядышком, и они будут выполнять боевые задачи. А вот такая жизненная ситуация, допустим, отцу 50 от 52, соответственно, его сыну 28 или 30. Сыну пришла в поместку. Отец может вместе с ним добровольно пойти? Может, может, таких мы рассматриваем. Пишет заявление, что он изъявляет идти и защищать родину. И таких рассматриваем, ну, естественно, в индивидуальном порядке. У нас такие примеры есть? Есть. Каков процент людей, которые подлежат частичной мобилизации с одного предприятия? Во-первых, у нас есть предприятия, которые выполняют, которые являются в составе оборонно-промышленного комплекса страны. Эти предприятия определены и установлены. И, соответственно, мы не призываем оттуда квалифицированных рабочих, которые определяют производственную необходимость, его присутствие на предприятии. Таких мы не призываем. Что касается других предприятий и трудовых коллективов, то здесь установлена численность изъятых призывных ресурсов не более 30%. Не более. Какие предприятия на территории Ульяновской области имеют бронь? В нашем регионе вот такими предприятиями являются Промтех Ульяновск, Авиастар, Научно-производственное объединение Марс, Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, Ульяновский патронный завод, Ульяновский механический завод, завод Искра и НИАР. Спасибо за беседу. Весть Ульяновск на телеканале России. Мы продолжаем. Наследники Сорокина после пандемии вновь собрались в самом сердце Кузоватского района. Там стартовал традиционный фестиваль резчиков под дерево. Участниками в этом году стали мастера из разных уголков страны. Более подробно о необычных соревнованиях расскажет Максим Бажанов. Звон пилов Кузоватого можно услышать метров за 200 от школы искусства в любом направлении. Все потому, что в детском парке сказки резчика Сорокина все участники фестиваля одновременно трудятся над будущими деревянными шедеврами. И что непривычно, впервые с 2011 года для мастеров сменили задание. Каждая деревянная статуя в этом парке – это работа участников фестиваля. За долгие годы его проведения их здесь накопилось уже больше 30. Но в этом году задача перед участниками стоит другая – изготовить для парка новые скамейки. Причем не простые, а в стилистике детского парка с героями советских или российских мультиков. Например, резчик и чебоксар Алексей Казаков взял за основу будущей скамейки мультфильм «Жил-был пёс». А именно его двух главных героев – волка и непосредственно самого пса. Эскиз у меня пока в голове. То есть в процессе выпиливания скульптуры появляются уже нюансы, которые невозможно предусмотреть первоначально. То есть это зависит и от материала, и от погоды, и от многих других факторов. Мастер, как и многие другие участники, выступает на фестивале далеко не в первый раз. Все они возвращаются сюда не просто создать новую скульптуру, но и ощутить душевную атмосферу соревнования. Для резчику умиротворение – лучшее состояние, чтобы творить. В этом году мы выиграли грант. Грант при поддержке президентского фонда культурных инициатив и областных субсидий. И пригласили мастеров. Приехали мастера из 10 регионов, 14 мастеров. Очень сильные, профессиональные мастера – резчики по дереву. Фестиваль богат не только участниками, их талантом, но и интерактивной программой. Здесь любой может почувствовать себя в роли резчика. В частности, преподаватели школы искусств знакомят с азами народного ремесла детей. Естественно, под строгим контролем. Кроме того, для зрителей фестиваля в воскресенье проведут шоу скоростной резки. За 40 минут мастера должны будут превратить пенек в скульптуру. В этот же день должны быть готовы и все скамейки. Выполнение главного задания фестиваля оценят члены жюри – резчики с многолетним стажем. Они оценят эстетику скамейки, оригинальность композиции и, главное, узнаваемость персонажей мультфильмов, вырезанных на ней. Максим Бажанов, Денис Миронов, Вести Ульяновск, из Кузоватовского района. Кулинарный батл прошел между студентами Ульяновского техникума питания и торговли и профессиональными кондитерами городских кафе. Сладкие состязания приурочены ко дню профессионального образования, которое в России отмечают в начале октября. Смелость молодости против уверенности опыта. Люди в белом против людей в черном. На кондитерскую дуэль вызывают, не бросая перчатки, а облачаясь в них. В качестве оружия для поединков – миксеры, венчики, лопатки, кисточки. Мы сегодня будем готовить пирожные Анны Павловой с конфи и с малины. Очень вкусно, сладко и сочно. Они сосредоточены и профессиональные кондитеры, и начинающие. Но студенты есть студенты. Вызов, конечно, серьезный. Сразиться с успешным кондитером. Но конкурс все-таки игра. Без улыбки и легкости тут нельзя. Да и профессионалы, выпускники этого же техникума питания. Это отрадно, когда наши выпускники приходят в наше учреждение, уже состоявшиеся специалисты, рассказывают об истории своего успеха. Это тоже. Мы проводим эти мероприятия в рамках празднования Дня среднего профессионального образования. Официально День среднего профессионального образования в России отмечают 2 октября. Но в регионе к этой дате приурочено столько событий и мероприятий, что праздновать начинают за неделю. И впереди еще много всяких конкурсов, мастер-классов, встреч с будущими студентами и выпускниками. Ну а у сегодняшнего баттла – традиционное завершение. По итогу все призеры будут награждены грамотой от нашего техникума. И также символическими призами. Ну а самое главное – послевкусие приобретенного опыта. Оно будет содержать нотки малины и адреналина, запах мяты и удачи. Нина Гуркина, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Боролись на пяти коврах. В Ульяновске прошел третий международный фестиваль по самбо, посвященный святому благоверному князю Дмитрию Доскому. Фестиваль проходил несколько дней. Участие в нем принимали не только спортсмены из России, но и из Азербайджана, ЛНР и ДНР. У нас около 600-700 человек. Приехал со многих регионов. И как борьба показывает, каждый год у нас все сильнее и сильнее становятся борцы. Мы решили провести на пяти коврах. Потому что у нас возрастная категория девочек очень много. Приехало и плюс четыре возраста разных. Мальчиков больше ста человек. Среди почетных гостей было много именитых спортсменов-самбистов. Это призеры чемпионатов мира и Европы. Братья Илья и Дмитрий Лебедевы. Семикратный чемпион мира. Трехкратный чемпион Европы. Пятикратный обладатель Кубка мира. Раис Рахматуллин. Боец смешанных единоборств. Чемпионы. Призер чемпионатов России по боевому самбо. Чемпион Европы Денис Согольцов. Именитые спортсмены провели для участников турнира мастер-класса и пообщались с детьми. Вы знаете, время у нас сейчас непростое. Наш турнир сегодня посвящен памяти святого благоверного князя Дмитрия Тонского. Князя, который сумел объединить все русские земли и одержать победу над Золотой Ордой. Сильнейшие спортсмены турнира ушли с призами от митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина и главы Ульяновска. Ну а сейчас информация синоптиков Ульяновского гидромедцентра. У меня же на этом все. Я благодарю вас за внимание. До встречи вечером. Срочная новость от клиники «Варикоза.нет». До конца сентября действует максимальное снижение цен на лечение варикоза лазером. Записывайтесь 305 500. Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная погода, дождь местами сильный. Атмосферное давление будет слабо падать. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха днем по области 8-13 градусов тепла. В Ульяновске 10-12 выше ноля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА